Много лет назад, в 1970 году, на Всесоюзной Математической Олимпиаде, ну то, что сейчас называется 9 класс, тогда это назывался 8 класс, была задача о коротышках и, очень подходит в одно нынешнее время, инфекцией. Тогда, правда, это назывался грипп. Условие такое. Несколько коротышек заболели в один день. Он болеет гриппом. Коротышка очень быстро болеет. Он болеет гриппом ровно один день. Следующий день он уже не болеет и не заразный. Но он имеет иммунитет. А следующий день он уже здоровый, но, к сожалению, может заразиться. У кого-то из коротышек была прививка. И он был с иммунитетом. Скажите, пожалуйста, может это случиться, что болезнь продлится в этом городе бесконечно? Когда они болеют, они могут в один день заразить всех. Да, а дальше? Дальше у всех будет иммунитет. Да. Ну и все, бывает, хочется. Да. А я про другое спрашиваю. Может ли болезнь продлится бесконечно? Если больной заражает кого-то, то тут следующий в этот же день и болеет. Или он болеет на следующий день? На следующий день болеет. Если заразили, то на следующий день болеет. Такое могло быть. Пример? Сначала первый болеет, и заражает второго. На следующий день уже, то есть, второй заражает третий. Да, заражает третьего и второго. А потом третий заражает первого, так как у первого уже иммунитет кончился. То есть, сколько вы хотите человека? Три. Нехательный город, вначале у кого-то был иммунитет, и дальше правило. Человек болеет на один день, потом один день иммунитет, потом один день он здоровый. Вот здоровый, это значит, именно здоровый, а не заразный. Первое, если один болеет, то он заражает другого. То есть, тот второй, который он заболеет, заболевает только на следующий день. Да, конечно. И, по идее, на следующий день он может заразить еще кого-то. Да. И этот человек на следующий день заболеет, и у первого уже придет иммунитет, и он снова заразит, и он снова заразит. Да. И сколько человек вам надо? Три. Сейчас. Сколько? Сейчас. Я заражаю. Вот эту уже. Вот эту уже. Рой, три. Три? Абсолютно верно. Господа, представьте себе, у нас есть три человека. И попросту, в первый день, вот у этого человека иммунитет, у этого вообще ничего нет, он здоровый, а третий больной. Такое возможно? Да. Да. Что будет на следующий день? У первого. У иммунитета был, но он кончился. А, кончился. Второй боль, болен. Заразился. Первый, первый, заразился, поэтому сегодня он больной. А это иммунитет. А у этого иммунитет. То есть они просто поменялись. Да, да. Дальше что? Этот боль. Дальше больной. Больной. Был у ину без иммунитета, и его заразили. А еще, их четыре должно быть, поскольку еще какое-то... Да нет, здесь все получается. Первый изначально был прививк, и прививка, как раз, окончается после первого дня. Конечно. Нет, когда такая, ну, в реальной жизни она, конечно, окончается. Бывает, что именно десятилетия хватает, это зависит от прививки. Но вот в этой задаче прививка действует ровно один день. А, это вообще не было сказано. Итак, с иммунитетом он здоров. Этот здоров, так? Да. Хорошо, дальше что? Дальше опять, болен, здоров, иммунитет. Ну, не боли, а боли, а боли. Этот будет с иммунитетом, этот будет здоровый, этот будет больной. Где-то мы уже... Смотри, ЗЭБ был заразился, почему с боли не стало. Вот, написано специально. Все поняли? Все поняли. А теперь, то есть, это совсем просто, да? Три человека, каждый знаком с каждым, да, такой совсем маленький город, это же не город, а непонятно что. Если у нас есть медицина, если у нас есть вот этот вот иммунитет в первом день, да, врачи, работали, то тогда болезнь в этом городе будет что? Бесконечной. И каждый третий день человек будет больной. Отлично. Теперь, другой момент задачи. Представьте себе, что болезнь такая, что от нее прививки не было. Может быть, возможность прививки сделать и была, но вот не было прививки ни у кого в первом. Вопрос, скажите, пожалуйста, в таком случае болезнь продлится бесконечно, или нет. Ревьер, в принципе, не делают. У нас просто есть... Да, еще. Обычно, все-таки, не каждый знаком с каждым. Ну вот, признайте, что у каждого из вас есть какие-то знакомые, которые в этом кабинете никогда в жизни не бывали. Да. Правда? У каждого из вас есть некоторое количество знакомых, с которыми он общается, и огромное количество людей, которых он вообще не знает, или знает, но не общается. Так вот, теперь давайте я сформулирую точное условие задачи. Есть некоторые города, там у каждого человека есть друзья, и любой человек каждый день обязательно ходит к каждому своему другу. Приходят, там никого нет, кроме друга, значит, они общаются, заражают друг друга всем, чем у него есть, расходятся. И так происходит у каждого человека, с каждым его другом. Все понятно, да? Правила вот те самые. Один день болеет, один день после этого иммунитет, и один день здоровый, и в этот день может скользиться. Задача. Докажите, что если в первый день ни у кого не было иммунитета, то болезнь обязательно закончится. Забавная задача, между прочим. То есть, получается, что в некоторых ситуациях с иммунитетом ты даже помнишь? Да. У меня готово. Да. Нам надо три человека. Нет, давайте, вы полностью решили? Да. Для трех человек? Для трех. А то, что, может быть, в городе миллион человек, не учли? А в городе, может быть, не знаю, там, сто тысяч, восемьсот двадцать четыре человека. Ну, это решение подходит? Нет, это решение не подходит. Если у вас всего лишь для троих, то это, конечно, не решение. В задаче имелось в виду любое количество людей. Вы можете для любого количества объяснить? Пожалуйста. Первый болит? Да. Ну, нельзя взять первую, может быть, несколько болит. А остальные здоровые? Да. И один какой-нибудь здоровый идет к своему больному другу. Да. Заражается. Потом идет к здоровым друзьям. Их заражает. Да, конечно. И так можно за один день заразить весь город, чтобы... Нет, мы договорились, что каждый день человек один раз ходит к каждому своему другу. И болезнь появляется только на следующий день. То есть, если кто-то заразился, то он в этот день еще не заражает. Но если из-за этого любого количества людей есть три человека, которые дружат между собой втроем... Да. ...то по той съемке, которую вы делали для прошлой задачи, они, получается, всегда будут носителем болезни. Нет, это неправда. Дело в том, что благополучие человека зависит не только от двух его друзей, но от всех. Потому что его могут вовремя или не вовремя заразить внешние люди. Чтобы у него на следующий день иммунитет был? Да. Поэтому, если у вас есть, может, сто тысяч человек, и среди них есть три друга, которые с другими как-то дружат, не дружат, то нельзя считать, что вот эти трое, они отдельно живут, ничего подобного. Они живут в обществе, в большом городе. Вот это количество людей, и какой-то один из них больной. Он идет к своему другу, и он заражает его. На следующий день друг больной и заражает уже другого своего друга. Да. И так будет каждый день тогда. Это все хорошо, только это не решение задачи. Вы сказали, такой пример, когда у вас есть цепочка, ну, смотрите, я понял мысль, много что не рисовать. Давайте, пусть скажем, будет пять человек, да? В первый день вот этот больной, эти все здоровые, мы следим. Дальше вот здесь иммунитет, здесь будет больной, здоровый, правильно? Здесь будет здоровый, здесь иммунитет, здесь больной. Так разумно? Вот. Здесь будет здоровый, здесь здоровый, здесь иммунитет, здесь что? Больной, здесь здоровый. Я не буду писать, надеюсь, все понимают, что будет дальше. Здесь будет трое здоровых с иммунитетом и больной, и потом, да, болезнь исчезнет. Ведь к первому больному тоже кто-то должен был прийти? Нет, он или он? Откуда возникает самый-самый первый больной на свете, это вопрос в этой задаче не рассматривается. В реальной жизни вирус возник, там есть разные версии, откуда, да. Я имел в виду, что вот он больной, вот с самого начала, он идет к другу, и к нему приходит друг. Да, конечно. И вот в первый день, первый человек заразил этого, но здорового никого не заражает. Он двух должен заразить. Почему? Так как он сам пришел к одному, а другой пришел к другу. То сколько вы ни стараетесь, но больше одного вы не заразите. А тогда эта схемка невозможна, так как, как последний заразит первого. А вы разводит друг. Хорошо, хорошо, я напишу до конца. Значит, вот после этой строчки будет, смотрите, что, будут здоровые три человека. Потом у нас будет человек с иммунитетом, и потом будет больной. И после этого у нас будут здоровые, с иммунитетом. И после этого все будут здоровые. И уже все, болезнь закончилась. Вот вам пример, когда болезнь закончилась. Требуется доказать, что так будет всегда. Я боюсь, что некоторые просто еще не поняли условия. Значит, у вас есть абсолютно произвольная схема дружбы. Вот какая-то, да? Совершенно непонятно, какая. Кто-то с кем-то дружит. Она может быть совсем хитрой. А, тогда последний же может заразить первого. Да запросто. Но тогда первый заразит последого. Для чего вы говорите? Может быть любая система. То, что называется любой граф. Да? Вот это считаются люди. Те самые... Вначале. У нас система такая. Вначале везде стоят буквы З. Кроме нескольких, одного или нескольких мест, где стоят мы. А вот есть хотя бы одна точка, где стоит мы, и во всех остальных стоят заявлены. Все понятно? Можно все больные в первый день. Если все больные в первый день, то все просто. На следующий день у всех иммунитет, и потом они здоровые, и все, варень, и прочее. Вот давайте, посмотрите, что будет здесь. Всем понятно, что если у вас эти двое больных, то на следующий день вот этот будет больной, и эти будут больные. Правильно? И, собственно, все. Потом они превращаются в людей с иммунитетом, но зато заболевают вот эти трое. Все понятно? Ну и потом болезнь исчезает. Потому что вот эти вот выздоравливают, а надо дыхать, чтобы быть всегда. Вот один человек больной, он идет к своему другу в день. Потом этот друг идет к своему другу. Да. То есть каждый должен встретиться за время болезни с другом, своим, одним. Нет, каждый, каждый день встречается со всеми друзьями. Вы хотите сказать, что болезнь обязательно везде дойдет. Это правда. Это правда. Потому что как бы и далеко не будет представьте себе, что вот этот дружит с этим, этот с этим, этот с этим, этот с этим. Не в первый день, но рано или поздно болезнь дойдет. Вот если граф несвязный, понимаете, что он несвязный, да? Если он состоит из нескольких кусочков, при этом, вот, ну, как я тебе скажу, из жизни, скажем, представьте себе, что есть один город и есть другой город. И, в принципе, между этими двумя городами нет вообще никакой связи, ну, я не знаю, там, все дороги. Огромная пропасть. Да, огромная пропасть, куча рек, болот, что там, нет, самолеты не летают, лодки не плавают и так далее. Называется две компоненты связности, да? Разумеется, в графе может быть и больше компонентов связности. Пожалуйста, вот еще там есть два друга, которые знать не хотят вообще больше ни о кубе, да? Понятно, что они не изразятся. Кстати, чего это соответствует в реальной жизни, понимаете или нет? Это крайне важный медицинский фокус, на самом деле. Представьте себе, что у вас на кого-нибудь острове или вообще там где-нибудь далеко от людей, кто-нибудь живет. Какое-то племя, да? И ни с тем не общается. Что будет, если в какой-то момент они, вольбут, пообщаются? Будут заразны, так как у них нету. Конечно, из внешнего мира к ним припадут все болезни. Типичный пример, когда европейцы примерно 500 лет назад открыли Америку, они туда автоматически принесли кучу болезней. Правильно? Да. Ничего себе не поделаешь. Либо вы действительно живете изолированно, вот как эти и вот как эти. Тогда до вас болезнь не дойдет. Либо вы хоть как-то, но общаетесь с внешним миром, и тогда она дойдет. Есть такой премилый обычай у некоторых племен обещать всем чужестранцам, что они их съедят, если те к ним придут, неважно с чем. Это, нет, я не за то, чтобы людей кушать. Но это такое страшное оборонительное обычай, потому что люди просто уже поняли, что как только появляется чужестранец, то с ним появляются новые болезни, и, может быть, они полностью нас уничтожат. Такое тоже было в истории, причем не раз. Так, ну ладно, это все страшилки пошли. По делу. Почему болезнь нельзя эти закончить? Когда-то она должна войти в отрезок, который не соединяется обратно. Не понимаю. Что такое войти в отрезок? Поймите, пожалуйста, вот я здесь вам быстро нарисовал какой-то граф маленький. А вы понимаете, что вот если... Да даже не взять на Москву, даже совсем маленький городок. То мне доски не хватит, чтобы нарисовать даже каждого человека в виде точки. А если я попытаюсь нарисовать реальные, кто с кем дружит, то это вообще жуть. Правда? Граф может быть во многом раз более сложным. Поэтому уж если вы решаете задачу, то вы должны ее решать для любого графа. А вовсе не для вот этого конкретного. Подсказка. Решение простое. Ну вот, второе вопрос. Человек, если он уже встретится со своим другом, он с ним еще раз будет встречаться? Каждый день встречается с каждым своим другом. Да. Если у нас у графа есть какое-то ломаное, которое не замкнуто, ну, допустим, вот этот вот чайник, тогда болезнь закончится, ну, потому что она просто дойдет до конца. Проблема. А если... А что вы будете говорить? Слушай, такое ломаное. А вот так. Это ведь тоже граф. Это уже не совсем ломаное. А что будет, если отсюда вдруг идет, не знаю, куда идет, вот сюда? Где здесь та самая ломаная? Совершенно непонятно. Как ты назовешь? Несерьезно. Ну, можно теорию сказать? Да, давайте. Можно ли на с кем присылать? Пожалуйста, пожалуйста. Лучше не рисовать, а словами, конечно. У нас есть какое-то количество людей, которые были больны изначально. На следующий день... Нет, они посвящались на день со всеми своими друзьями. На следующий день, по идее, они не работают. Что не работают? Если люди сейчас со всеми своими друзьями, то все на следующий день заболеют. Да. И те на следующий день снова... А у них будет иммунитет потом. Да. То есть они не заболеют. И те друзья, которые вторые, друзья первые, больные, они заразят только своих друзей, которые были изначально не больные. Да. Потому что первым будет иммунитет. Да, да, да. Дальше те, которые третьи, друзья, они заразят только своих друзей, потому что у вторых друзей будет уже иммунитет. Они переболеют. И так пойдет дальше, дальше, дальше. Хорошо. Спасибо. На самом деле, спасибо вам за главную фразу. Третьи друзья. Он такое сказал? Да. На самом деле, по сути, он все сказал правильно. Только надо из слов превратить третьи друзья, вторые друзья в точное математическое понятие, и у нас все получится. У нас есть люди, которые в первый день были больные, так? Давайте их назовем «больные первого дня». Прямо так пишем «русская рука В», «больные» потому что. И внизу один. Понимаете ли вы, что в первый день они больные, а все остальные что? Здоровые. Все остальные здоровые. Все остальные здоровые. Отлично. Есть друзья вот этих. Все из них, которые здоровые, на следующий день будут кем? Больными. Давайте их назовем «больные второго дня». А все поняли, что будет дальше? «больные третьего дня», «четвертого дня», «пятого дня», ну и так далее. И сейчас я докажу очень простую штуку. Смотрите. У вас в первый день вот эти больные, а эти что? Здоровые. А эти здоровые. Что будет во второй день? Иммунитет больной и здоровые. Иммунитет. Этих заразят. А остальные здоровые все. Да, остальные здоровые. Замечательно. А что будет в следующий день? Эти выздоровели, эти с иммунитетом, эти заболели, а эти все еще здоровые. Господа, у нас в некотором смысле идет волна заболевания. Может быть, слышали, сейчас часто, когда я рассуждаю о коронавирусе, говорят, прошла первая волна заболевания. Слышали такое? Весной и в начале лета была первая волна. Вот это оно и есть. У нас было некоторое количество больных. Вот оно было. Есть их друзья. Потом, друзья друзей, которые в первый день. Понятно, да? Давайте точно сформулируем, что такое, скажем, B5. Это такой человек, от которого кратчайший путь по графу состоит из скольких звеньев до больного первого дня. Ну, из пяти. Это первый день, второй день, третий, четвертый, пятый. Понимаете? То есть для любого человека, ну, нужно себе представить так, мы там выкрасим каким-нибудь особым цветом больных первого дня, и для каждого человека посчитаем расстояние, имеется в виду кратчайшее количество ребра, по которым надо пройти, чтобы дойти. Если никак нельзя дойти, ну, как здесь, на картинке было, помните, от этого или от этого никак нельзя дойти, то они будут всегда здоровы и все замечательно. Они просто изоливанно живут. Если же как-то можно дойти, то есть кратчайший путь. И вот именно по этому кратчайшему пути человек изразится. У нас есть больные в первого дня, они потом получат иммунитет и уже навсегда выздоровеют. Почему? А потому что болезнь идет, оставляя за собой вот эту букву И. Где и понятно? Если у нас есть только взаимодействие людей и иммунитета, при вот этой схеме вообще, если вначале ни у кого иммунитета не было, то болезнь закончится. Скажите, пожалуйста, бывает ли в реальной жизни такое? Нет. Бывает, конечно. А, ну да, бывает. Бывает, конечно. Во-первых, бывает ситуация совсем хорошая. Когда болезнь такая, что человек заразился и сразу помер. Такие болезни страшные, к сожалению, тоже бывают. Почему их немного на нашей планете? Очень просто. Потому что если болезнь такая страшно-заразная или страшно-опасная, то вот в некотором месте люди заразились, погибли, ну и собственно все. Понятно. В деревне или город или что там вот таким способом, да? Вот. И, как ни странно, это самый замечательный способ с точки зрения медиков. Потому что замечательно никого лечить не надо. Болезнь сама себя быстро исчерпала, да? И вот. Настоящие болезни, они, конечно, не такие. Они обязательно не слишком смертельные. И вот они, что-то сказать, свою заразность так выбирают, чтобы им, что-то сказать, распространиться подальше, да? Вот. И, что-то сказать, почему эта схема на самом деле совершенно не годится для нашей реальной планеты? Ну, потому что болеют не один день и ходят не сразу ко всем друзьям? Ну, один день и один день не так важно. Важно, что иммунитет правда есть. У большинства болезней, я сейчас говорю не конкретно о коронавирусе, а у большинства болезней правда есть иммунитет. То есть человек переболел, ну, если удачно остался после этого более-менее здоровым, переболел у него какое-то время есть иммунитет. Иногда на годы, иногда на месяцы, но иммунитет чаще всего есть. А почему же болезни-то не кончаются? Ребята, главная проблема в том, что, конечно, вот это вот представление о том, что есть такой граф, оно совершенно неверное. Если бы мы с вами действительно каждый день посещали бы всех-всех-всех своих друзей и никого больше, то все было бы, как в этой задаче, все было бы замечательно. Проблема в том, что вот я еду в метро, и я еду вообще не с друзьями, а с совершенно случайными людьми. Понимаете, да? И вообще в жизни у нас вот эти связи, они не навсегда. Ну, есть, я не знаю, там, с мамой вы, конечно, встречаетесь каждый день, ну, или там, что называется, часто-часто, да, у кого как повезло. А с огромным количеством людей у вас вот это то бывает, то не бывает. А если нет такой вот жесткости, если связь может взять вот в этом месте и исчезнуть, а он возьмет и в какой-то момент на денек съездит сюда. Поняли, да, что произошло? Он сразил это. А потом он туда больше не ездит, и здесь вот болезнь закончилась, а потом он взял и еще раз съездил кто-нибудь, и отсюда болезнь приедет. Понятно, да? То есть граф, он может быть такой меняющийся, и за счет этого эта задача, конечно, является только, ну, называется, такой моделью, причем очень-очень слабенькой моделью. Разумеется, настоящие медики вовсе не пользуются такой моделью, у них там совсем другая модель. då haven'tDP здесь. Редактор субтитров хирург Guzman